Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Вот в этом видео мы говорили про то, что ждать нам доллар по 200 или нет, и когда это может наступить. Краткий вывод из данного видео состоял в том, что, наверное, в ближайшее время скорее нет, чем да. И тогда возникает вопрос, а куда же, в принципе, вкладывать. То есть, если доллар свое отыграл, есть многие люди, которые продавали доллары по текущим ценам. Что же делать в настоящий момент? Первое, на что стоит обратить внимание, вот есть такое понятие премия за риск. Что такое премия за риск? Это понятие, которое используется при оценке капиталистам, то есть, куда ему лучше инвестировать. То есть, ему лучше инвестировать в облигации или ему лучше инвестировать в акции. Вот у вас есть деньги, у вас есть капитал, и, соответственно, вы можете этот капитал отнести в государственные облигации. И доходность десятилетних государственных облигаций еще у аналитиков называется ставка без рисковой доходности. То есть сколько я могу получить, если я отдам самому надежному эмитенту в стране деньги в долг, сколько я в этом случае получу через 10 лет. Мне не нужны никакие акции, частные кредиты, еще что-то, какой-то бизнес, какие-то риски. Вот я просто на 10 лет, у меня оговоренный срок, есть периодичность выплаты купона 2 раза в год. Вот сколько я в этом случае буду получать без какой-либо головной боли, условно. Опять же, у меня все эти 10 лет деньги лежат там, я их не изымаю, я только получаю купоны и их реинвестирую. Это называется ставка без рисковой доходности. Второе, есть такое понятие, как премия за риск. То есть если я выбираю не вкладываться в акции, я хочу получить более высокую норму прибыли, я готов вкладывать не в облигации, а в акции, где мне не гарантируется никакая прибыль, где нет ни выплат, ни никаких купонов, где у меня есть только право на получение части чистой прибыли от того, сколько заработает непосредственно компания. Да, то есть это называется, что мне инвестиции на рынок акций должны дать какую-то премию. И вот эта вот премия называется премия за риск. То есть сколько я получу премию за риск. Например, если мне доходность облигаций, американских облигаций до недавнего времени была, допустим, 0,5, то есть вкладывая 100 долларов на 10 лет, там еще в 2020 году человек, который вкладывал 100 долларов в американские трежери с 10-летней, он получал 50 центов на каждое вложенное 100 долларов. Каждый год. Таким образом, только купонов он получал без реинвестирования. За 10 лет он получал там 50 центов умножить на 10, там в районе 5 долларов за 10 лет. Нормально тогда? И тогда он говорил, что я не хочу получать такую доходность, я пойду на рынок акций, потому что он не обеспечивает более высокую доходность, например, там форвардная дивидендная доходность 3,5-4%. И здесь на каждое вложенное 100 долларов он получал 4 доллара в год или 40 долларов без учета роста дивидендных выплат и стоимости самой акции в течение 10 лет. И у тебя получается тогда на чаше весов легко достаточно принять решение. Первое, ты не рискуешь, вкладываешь 100 долларов на 10 лет, ты получаешь 5 долларов через 10 лет. И при условии, что у тебя вообще нет никакой инфляции, может быть даже и неплохо, да, зато надежно. Второй вариант, у тебя есть риск потери денег, у тебя есть риск того, что компания не заработает, прибыли не будет, она обанкротится, ты вообще все деньги можешь теоретически потерять, но при этом ты через 10 лет на каждое вложенное 100 долларов получишь 40 долларов прибыли. Плюс если все будет хорошо, у тебя акция вырастет в цене, там в 2 раза, плюс ты эти дивиденды будешь реинвестировать, плюс дивидендные выплаты могут расти, и в общем сложности вложишь 100 долларов, а через 10 лет у тебя будет там 250-300 долларов. И тогда получается, что вот как раз вот это вот есть такое понятие премия за риск. Почему я сейчас об этом говорю, когда мы приходим к текущему моменту? Потому что первое, для людей, которые осуществляют глобальные инвестиции, сейчас премии за риск на американском рынке не существует. Есть единицы компаний, которые предоставляют премию за риск. То есть если взять текущую доходность и сравнить с доходностью 10-летних облигаций, получится так, что доходность 10-летних облигаций в настоящий момент дает более высокую доходность, чем дают акции. Более высокую доходность. Но люди считают, что еще деньги напечатают, и акции вырастут в цене. И тогда прибыль будет спекулятивная, а не инвестиционная. То есть сами акции вырастут в цене. Если говорить про российский рынок ценных бумаг, он всегда отличался тем, что российский рынок среди всех развивающихся рынков обладал самой привлекательной дивидендной доходностью. И опять в этом же самом примере, если вкладывать 100 долларов в российский рынок, то в этом случае у нас средняя форвардная дивидоходность российского рынка составляла от 8 до 9%. Высокие риски. Геополитические риски, валютные риски. Но при этом можно было вкладываться в компания экспортеров, которые нивелировали валютные риски за счет того, что они продавали свои товары. Затраты у них были в рублях, а продавали они их валюту. Но это отдельная тема. Что у нас получается сейчас? У нас сейчас получается, что я в принципе всегда в своей стратегии, использую вот эту, назовем так, очевидную возможность заработка. То есть, когда происходят какие-то экстраординарные события. COVID, референдум в Крыму и введение санкций в отношении России. Ситуация 22-го года, когда наложили определенные санкции. И получается, что так как у нас Центральный банк с 2009 года, он отказался от прямых валютных интервенций на российском рынке, он сейчас валютным курсом в России управляет путем процентных ставок. Он очень резко на экстренном заседании повышает процентную ставку. Там условно было 10, стало 15. Или там было 12, стало 17,5. Рынок облигаций на это реагирует достаточно быстро. То есть, облигации начинают, у них расти доходность. То есть, они падают в цене. И поэтому сейчас лично, да, я рассматриваю рынок облигаций российских, как интересный объект для инвестиций. Почему? Я просто постараюсь сейчас объяснить свою позицию. Что Центральный банк пытается в настоящий момент применить те же самые меры, которые он применял раньше для стабилизации валютного курса. Но мое личное мнение, это особо не поможет, да. Потому что нет операции проводить операции carry trade. И это, скорее всего, не повлияет. И гасить, ну то есть, снижать валютный курс будут какими-то административными мерами, введением каких-то новых указов, приказов, распоряжений, касающихся валютного контроля, да, свободы обращения капитала. Но ставку уже подняли. И 15-го числа уже поднимут ставку. Просто, опять-таки, видео записывается 14-го сентября, да. То есть, 15-го еще повысит процентную ставку. И рынок облигаций на это отреагирует. То есть, среднесрочные облигации, они будут обеспечивать доходность двузначную. В районе, там, 12-13, может быть, даже 14-ти процентов. Так как видео выйдет чуть-чуть попозже, то ваша реакция на повышение процентной ставки ЦБ может быть в направлении посмотреть на облигации. Потому что мера первая имеет временный характер. Потому что высокая процентная ставка будет негативно влиять на рост экономики. Ставки по ипотеке вырастут, ставки по потребкредитованию вырастут, по автокредитованию вырастут. То есть, ставки кредитования вырастут повсеместно. Дорогие деньги будут негативно влиять на рост экономики. Долго, скорее всего, держать этого не будут. Ведут просто административные меры валютного контроля, чтобы покосить курс доллара в район 80-90. Это, в свою очередь, приведет к тому, что инфляция, опять-таки, у нас же доходы населения не растут, как таковые. Инфляция замедлится, и центральный банк потом понизит процентную ставку. Соответственно, для себя можно будет в течение второй половины сентября, начала октября зафиксировать рублевую доходность на уровне 12-15% на пятилетнем промежутке времени. Если вы находитесь в валюте, что, помимо всего прочего, дополнительными бенефитами может быть? Вы можете перезайти в валюту. Я, конечно, этого не призываю, и всегда не очень люблю давать такого рода советы спекулятивные, но, тем не менее, это очевидная вещь, что если погасит курс доллара в район 80-90 от текущих значений 96, то в этом случае, если вы сейчас по 96 продаете валюту и покупаете облигации на пятилетний промежуток времени с доходностью 12-15%, то в течение полугода к марту или после марта до лета 2024 года у вас еще за счет валютной переоценки, из-за того, что вы в дальнейшем сможете доллары купить дешевле, чем они стоят сейчас, там на 16-20 рублей, у вас еще долларовая доходность таким образом может составить за 6 месяцев, получается, где-то в районе 6-7% это ставка купона. Соответственно, центральный банк в дальнейшем вернется к более низкой процентной ставке, то есть доходность облигаций упадет, это еще процентов 3, от 3 до 5, и со счета валютной переоценки можно будет, соответственно, заработать, ну там до 20-30%. То есть итоговая доходность, ну вот есть такие фанаты, да, нужно доллары покупать. Используйте вот этот вот нестабильность, неопределенность, да, когда центральный банк пытается нащупать какие-то модели регулирования управления валютного курса через повышение процентной ставки, а это не сработает пока что, да. Опять-таки, через 2-3 месяца станет понятно и очевидно, что это мало работает, нужно вводить валютные ограничения, и, скорее всего, эти валютные ограничения будут введены, вот то, что вы получите, за одним исключением. Когда введут валютные ограничения, опять-таки, мы можем столкнуться с ситуацией годовой давности, когда у вас опять будет валюта, и непонятно, что с ней будет делать. Кто-то же эту валюту держит сейчас по-прежнему и считает, что будет 200, и здесь история заключается в том, что находитесь внутри российского контора с российскими рублями, по которым нет никаких особых ограничений, а если будет необходимость, я не знаю, используя инструменты, там, какие-нибудь криптобиржи, валютный курс все равно же будет считаться, то вы сможете, в принципе, перевести. Но при этом вы даже в рублях можете получить очень хорошую доходность. Мы сейчас можем убрать в сторону валютную переоценку. Вот смотрите, там доходность 12% за полгода, это получается 12% годовых, это 6%. Облигации еще упадут в доходности процентов на 6, это получается еще 12%, 12% за полгода, 24% годовых. Используем индивидуальный инвестиционный счет, еще прикручиваем сюда 13% возврат. И таким образом вы, получается, можете получить на облигациях в рублях в следующие 6 месяцев доходность 30% плюс, чистую. И тогда возникает вопрос, 30% годовых, не чистую, 30% годовых, 15% в абсолюте. И тогда возникает вопрос, мне акции, которые я покупаю при прочих равных условиях, должны обеспечить доходность, превышающую норму, там, в 30% годовых в следующие полгода. Есть ли такое или нет? А это подумайте над этим. То, чем хотел бы я резюмировать сейчас, что в настоящий момент для российского частного инвестора покупка облигаций не самая плохая история. Поверьте мне. Опять же, преимущество, более высокая доходность, чем по банковским депозитам, очень высокая ликвидность, шатание центрального банка в плане управления валютным курсом, когда очень много инструментов ограничено, которые позволяют на это влиять. Понимание, что, скорее всего, это не удастся и будут приняты другие инструменты, а не объективное повышение процентной ставки просто будет охлаждать экономику, и это тоже абсолютно никому не нужно. И центральный банк в следующие 12 месяцев может понизить процентную ставку. Вот такая вот история. Очень простая. Может быть, очень много времени. Но, ребят, это вот то, почему вы подписаны на канал. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, порекомендуйте данное видео своим друзьям, знакомым. Многие задавали вопросы, а где сейчас, чего и как парковать. Я думаю, это хорошее решение, которое можно использовать в настоящий момент. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. И удачи.